Авито, из рук в руки и другие подобные интернет-сайты для размещения объявлений о товарах от частных лиц все чаще становятся одним из звеньев мошеннической схемы. Так, Саровчанин нашел по объявлению автомобиль своей мечты, стоимость которого была на порядок ниже рыночной. Продавец убеждает мужчину сделать предоплату, и покупатель несколькими траншами полностью оплачивает машину, которую ни разу не видел. В итоге 980 тысяч переводят гражданину, мошеннику, через банкомат, со своей карты, с нескольких карт. После этого телефон выключается, лица, который продавал. Сотрудники полиции за 8 месяцев этого года зафиксировали более 100 заявлений о мошенничестве в отношении Саровчан. Раскрыто лишь 30%. Зачастую номера телефонов аферистов зарегистрированы за пределами Нижегородской области и даже России, что усложняет раскрытие преступлений. Если граждане находят такие объявления и начинают общаться с продавцами, и если те просят 100% предоплаты, это надо задуматься над этим. В 99,9% случаев это мошеннические действия. Как бы ни была соблазнительна цена и краснощив продавец, убеждающий перевести ему деньги прямо сейчас, стоит взять перерыв и обдумать сделку еще раз, взвесить возможные риски и привлечную выгоду от сделки. Каждый хочет купить хорошую вещь и очень дешево, но бесплатный сыр бывает только в мошеннике. Этим и пользуются мошенники. Чтобы не оказаться в итоге без средств и безоплаченного товара, не переводите деньги незнакомым лицам. Перепроверяйте всю полученную во время разговора информацию. Даже если собеседник на том конце провода представляется сотрудником правоохранительных органов и обещает решить проблему в обмен на круглую сумму. Елена Грецкова, Константин Островский, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.